Привет, мои солнышки! Привет, мои девчури! Привет, мои хорошие! У меня отличные новости! Наконец-то ваша Ниног на позитиве настроена отлично! Я выхожу замуж! Вы можете немножко удивитесь, почему я такая яркая, такая эксклюзивная, такая уникальная. Я вся блещу, я вся свечусь. Конечно, это свечение его не подделать, оно идет изнутри, но я выхожу замуж. И сейчас уже пробую, готовлюсь, придумываю, что будет дальше. Макияж наношу, я решила делать акцент, я уже, конечно, не молода, но я еще в соку. И решила акцент сделать на губы, чтобы все внимание было на губах. Я сделаю макияж, который будет привлекать к моим великолепным губам. Прическу сделаю высокую, все будет скромно, я невеста скромная, жениха я не разорю. Я решила просто эти деньги отложить и потратить на отпуск, так будет лучше. Мы куда-нибудь слетаем, может быть, в область, снимем номер в санатории. Не знаю, я еще не подумала. У Зойки взяла клач, смотрите, какой блестящий. Блестит, как моя нынешняя жизнь. Вам, наверное, интересно, кто это. Нет, это не Петька, сосед, и не дед, Сеодор, которому 75. У меня жених великолепный, у меня жених замечательный. Я, значит, зарегистрировалась на сайте знакомств. Там такие все молодые. Я, значит, там, так, кого вы ищете, девушку или парня? Ну, я ищу себе настоящего мужчину. Я поставила возраст до 30 лет. А что? Я хочу себе красивого, молодого, перспективного. Я хочу выйти за лейтенанта, чтобы сделать из него генерала. В моих умных руках, умелых, он станет президентом. Ну, ладно, не президентом страны, но хотя бы председателем подъезда. Это точно. И мы будем ходить по квартирам, как сейчас ходит Антонина Ивановна, и выяснять, кто заплатил за квартиру, а кто нет. Я им тогда отомщу. Это мои планы, конечно. Я нашла себе его. Я нашла его себе через тысячи. Завтра у нас свидание. Первое. Но я уверена, что я его покорю своей харизмой, своей необузданностью, своей страстью. Да, своей страстью. Вы меня осудите? Нет. Я на первом свидании готова на все, чтобы лишь бы его покорить. Я покажу ему такие трюки Камасутры, такие трюки любви, от которых у него голову смесет. Сколько ему лет? Ему 27. Молодой парниша. Зовут Александр. Он даже не знает, с кем он познакомился. Я назвала себя Нинель. Теперь меня будут звать Нинель. На красивый манер. Я поняла, что французский сейчас в моде. Я увидела и поняла, что это любовь с первого взгляда. Он любит животных. Он добрый. У него есть хомяк. Я видела на фотографиях, он с хомячком. Он такой милый. Ой, я прям смеюсь, как девчонка. Меня оселилось не 16. Почему я решила, что я от него замуж выхожу? А я вам объясню. Я по гороскопу рыбы. Он по гороскопу скорпион. У нас все сходится. У нас совместимость стопроцентная. А женщина должна быть немножко старше. Мудра, терпелива. Вовремя помолчать, если что. А такую яркость он не пропустит. Он поймет, что вкладываться надо в женщину. Только есть одно маленькое но. Я за него переживаю. Но честно скажу, меня это не смущает. Когда мы знакомились, я разместила фотографию своей племянницы. Она у меня девчонка 20-летняя. Совсем другая, чем я. Длинные волосы, почти не красится. Много читает. И он сразу же лайкнул ее фотографию. Но я думаю, что мы родня. И ему, естественно, я понравлюсь. Но мы почти одно лицо. Ну, я килограммов на 30-40 побольше. Но извините, такая женщина. Ой, девчонки, завтра свидание. У нас этот, Бикванч, или как же он называется? Короче, у нас он будет в обед в центре. Мы встретимся с ним. Надо поесть перед домом, а перед выходом. У меня, кстати, езжать-то нечего. Вот Бикванча съем. Вот, чтобы много там не заказывать. Он сказал, выпьем по чашке кофе и познакомимся. Ну, по чашку кофе я выбрала блинную. Вот, которая любила походить с Петькой. Вот, он говорит, странный выбор для такой молодой девушки. Этот район неблагополучный. Я говорю, все благополучно. Не бойся, я тебя защищу. Защитю. Он посмеялся, говорит, такая хрупкая девушка. Какой же сюрприз у него будет, когда приду я? Ой. Я думаю, сделать макияж немножко скромнее, конечно. Но это я на свадьбу. Потому что я уверена, у нас все совпадает. Он тоже, как я уже сказала, скорпион. Любит пешие прогулки. А что пешие прогулки? В пятницу за пивком. Ой, пройдемся с ним. Любит машины. А как я люблю машины. Особенно, когда меня на них возят. Правда, последний раз возили на жигулях. И они в лесу где-то застряли, я толкала. Но ничего. Короче, схожу на свидание. И дату свадьбы вам расскажу. Ой. Главное облистать. Быть в себе уверенной. Девчонки. Ха-ха-ха. Ой. Девчонки, как здорово. Ой. Как его носить, даже не знаю. Завтра с ним приду. Ой. Приду. Вся в роскоши. Шикарная женщина. Ой. Видите, кстати, сережки непросто. А со знаком, что я люблю. Короче, не унывайте, девчонки. На вашей улице будет праздник. А теперь обращусь от своего имени. От имени Надя. Наверное, если некоторые смотрят, спрашивают, может быть, зачем я снимаю такие какие-то скетчи или что-то подобное. Мне нравится что-то творить, что-то выдумывать, вносить какой-то, да, наверное, мне не хватает какой-то творческой реализации, перевоплощений. Вот. Мне это нравилось на моей работе аниматором, что в многих костюмах я перевоплощаюсь. Ну, сейчас хочу что-то придумать, какой-то другой образ. Вот. Какой-то, не знаю, даже какой-то новый образ перевоплотиться и какую-то другую историю придумать. Так что, если у вас есть идеи, пожелания, то можете мне писать. Буду рада вас видеть. Буду рада видеть комментарии от вас.